Я благодарен Господу за великую честь, которую Он мне оказывает иметь общение с Его народом. За великую честь, то что я могу от Его имени передать Его святое слово. И знаете, я когда зашел, услышал проповедь брата, тема была о сомнении, и как-то Дух положил на сердце эту тему продолжить. Почему в нашей жизни возникают сомнения? И когда они возникают? Обычно сомнения возникают тогда, когда в нашу жизнь приходят проблемы. Поднимите руку, кто хочет избавиться от проблем. Хочу сказать сразу, не получится бесполезно. Давайте мы вместе откроем три местописания, а потом на этой теме поразмышляем. 1 Петра, 4 глава, 1 послание апостола Петра, 4 глава. Знакомые стихи, 12-й, 13-й. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. До явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. То есть Петр говорит, что часто в нашей жизни бывают проблемы. И порой проблемы очень серьезные. Он называет это огненным искушением. И тут же объясняет, что это испытание нашей веры. Давайте посмотрим чуть-чуть дальше. Павел, в послании к римлянам, 8 глава, 18 стих. Павел поддерживает нас во время проблем. Он говорит, я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. У Павла другое сравнение. Все земное, оно временное и есть вечное. И еще одно место, это второе послание к Оринфянам, 4 глава, стихи 17-18. Красивые стихи. Здесь написано так. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, первая мысль, которую бы я хотел сказать. Любое препятствие открывает человеку взгляд на самого себя. Запомните это, пожалуйста. И очень важно то, как мы реагируем на неприятности, которые встречаются на нашем пути. Повторяю еще раз. Любое препятствие, оно прежде всего открывает нам взгляд на нас самих. Библейский пример препятствия. Самый большой пример препятствия – Голиаф. Помните, да? Большое такое препятствие, которое стояло на пути Израиля. И препятствие было ощутимое. В течение 40 дней Голиаф со своей кафедры проповедовал антибожественные проповеди. И целая армия, как рядовые слушатели, вынуждена была эти проповеди выслушивать. Голиаф преподавал им свой курс. Появился Давид. Давид. Армия. Профессиональные вояки. Непрофессиональный пастушок. Большая проблема. И взгляд. Посмотрите, какой бывает разный взгляд на одну и ту же проблему у людей. Во-первых, израильтяне, они сравнивали Голиафа с собой. И он казался им великаном. Давид сравнил Голиафа с Богом, и он показался ему карликом. Они посмотрели на Голиафа и говорят, он большой, как танк, он нас раздавит. Давид посмотрел на Голиафа и говорит, у него такой большой лоб, как хочешь кидай камень, не промажешь. Вы понимаете, одна и та же проблема. И разные взгляды у людей на эту проблему. Одних эта проблема раздавливает, вторые эту проблему спокойно преодолевают. Казалось бы, там профессиональные воины. Это была их обязанность, эту проблему преодолеть. Но нет. Но нет. То, как вы оцениваете препятствия Вашей жизни определяет все. Пожалуйста, запомните эти. И пускай каждое следующее препятствие, которое встретится, побуждает вас двигаться к более высокому уровню познания нашего Господа. Любое препятствие обязательно изменит вас. Обязательно. То есть, после этого препятствия вы станете или лучше, или хуже. Но прежними вы не останетесь. Запомните, пожалуйста. Любое препятствие обязательно меняет нас или в лучшую сторону, если мы его преодолели, или в худшую сторону, если оно преодолело нас. Главное, в это время всегда помните одно очень важное обстоятельство. Любое препятствие имеет ограниченный срок действия. И вот очень часто то, из-за чего мы так волновались о прошлом году, ночами не спали, переживали, пили волокордин, сегодня даже об этом не вспоминаем. Помните, пожалуйста. Такая была в прошлом году проблема. Думал, все. Но проблема прошла. Прошло полгода. Ты сейчас про нее вспоминаешь и улыбаешься. Думаешь, а я ночами не спала. Господи, прости меня. И так всегда в нашей жизни, дорогие. Посмотрите назад. И вы в этом убедитесь. И что, знаете, один из самых больших обманов дьявола заключается в утверждении, что положение вещей останется неизменным. Ты какую-то заключил сделку. И вдруг до тебя дошли разговоры, что все, ты можешь стать банкрот. И все. Ты уже закрыл глаза. Так, вот я без денег. Вот я продал дом. Вот я жена, дети голодные. Вот Машенька заболела. Отнесли в больницу. Вот мы стоим около гробика. Вот мы планы. И все. Утро просыпаешься, проблема решена. Ничего этого и не было. Как мы реагируем на наши проблемы? Вот люди заурядные, они обычно подчиняются проблемам и уступают им. Заурядные христиане обычно сдаются. Но есть другие христиане. Есть сильные христиане. Знаете, они возвышаются над препятствиями. И мы, вы и я, мы должны быть похожи на тех великих людей, которые на вопрос, что помогает вам преодолеть препятствия, отвечают, другие препятствия. Здорово, да? Брат, что помогает вам преодолевать препятствия? Он отвечает, а другие препятствия? Давайте будем похожи на воздушного змея. Вы знаете, у нас есть такой город, Худжанд. Ему 2600 лет. И вот там, как праздник, у нас устраивают соревнования мальчишки. Собираются на поле и запускают воздушных змеев. Знаете, одновременно до 150 штук бывает. И разные формы, и высокие. Вот что интересно у воздушного змея? Он против ветра, и ветер поднимает его выше, выше, выше и выше. Я когда смотрел и подумал, как хорошо быть верующим, похоже, вот так вот. Стоять против проблем. И эти проблемы, если ты устоишь, поднимут тебя еще выше к Богу. И в моей жизни я однажды заметил вот такое вот маятник, вот такие качели. Перед тем, как меня благословительно поднять на новую высоту, Господь позволяет мне нырнуть в очередную духовную яму. И когда у меня начинается вот такая вот проблема, кризис, я знаю, надо выстоять. Если я сейчас выстою, я буду на высоте, на которой до этого не был. И так и получается. И потом, знаете, вот уже живешь так недельку, вторую, третью и охота нового благословения. И думаешь, надо помолиться. И тут же Дух Святой говорит, а ты готов? Готов, Господи. Ради того, чтобы быть выше, готов еще раз нырнуть. А по-другому не бывает в нашей жизни. Проблемы, они закаляют нас. Проблемы, они очищают нас. Золото, три девятки. И есть другая проба, там пятьсот какая-то, я не разбираюсь. Вот если пятьсот какую-то брать, еще раз выплавливать, еще раз выплавливать, еще раз выплавливать, с каждой плавкой примеси будут удаляться, и проба будет все чище, чище и чище. Так Господь работает с каждым из нас. Знаете, алхимики говорят, что золото, что золото чистое тогда, когда ты смотришь на него и видишь свое отражение. И все это через плавки. И вот проблемы делает из нас чистое золото, три девятки, когда люди смотрят на тебя и видят отражение Христа. Сегодня модно стало все наоборот. Когда подходят неверующие и говорят, ну как же ты, а еще верующий, а? Мы что говорим? Не смотри на людей. Не смотри на людей. Упадешь. На Бога смотри. А как неверующему смотреть на Бога? Объясните мне. Как человек неверующий может увидеть Бога? Только один путь. Через тебя, через меня. По-другому он его не увидит. А мы его отфутболиваем туда. Вот брат Владимир меня поймет. Знаете, обычно вот у вас такое расположение, а у нас сидит хор, впереди пианино и здесь легенд. И пианист, чтобы видеть хор, он что делает? Он ставит перед собой зеркало. И в зеркало видит хор. Понимаете? Вот так же вот и люди в миру Христос в знании, они не могут его видеть. Но перед ними зеркало, я, ты. И через нас они могут увидеть Христа. Но для этого наша жизнь должна быть золотом три девятки. А чтобы она стала такой, необходимо его переплавлять. И с каждой плавкой примеси сгорают. Аминь? Что-то вяло, но ничего, уже нормально. Хорошо. У любой проблемы есть слабое место. Это ее решение. Запомните, пожалуйста. У любой проблемы есть слабое место. Ее можно решить. Любую проблему. Кто-то сказал, что препятствие это то, что мы видим, когда отводим взгляд от цели. Красивые слова. Препятствие это то, что мы видим, когда отводим взгляд от цели. Когда твой взгляд сосредоточен на Христе, у тебя даже не будет времени рассматривать препятствие. Но когда ты убираешь свой взгляд от цели, ты видишь препятствие. Только что брат рассказывал, как Петр шел по воде. Как только отвел взгляд от цели, сразу появились проблемы и препятствия. Маленько отвлекусь. Вы знаете, обычно все проповеди в этом моменте укоряют Петра. Ну, Петр, ну вот пока смотрел нормально, отвернулся, стал тонуть. И почти никто не говорит, послушайте, ведь единственный из всех живущих на земле, который ходил по воде, кроме Иисуса, это Петр. Ведь у других двенадцати даже мысль не мелькнула пойти по воде. Петр был маловер, но его маленькая вера была больше веры всех остальных. И я думаю, иногда есть за что Петра похвалить. Он был единственный, кто шел по воде. Хорошо. Итак, о проблемах. Когда проблемы, пожалуйста, помните, что вы не одиноки. И знаете одно, римлянам 8, 28, любящим Бога, призванным по его изволению все проблемы, они содействуют только ко благу. Они содействуют только ко благу. Вот как важно не просто читать Слово Божие, а принимать его. Я молодежи приводил пример. Что раньше люди знали об атоме? А ничего. Только одно, что это самая мелкая из всех частиц, до того мелкая, что ее разделить нельзя. И все достоинство атома было в том, что он неделимый. Кстати, атом с греческого на русский так и переводится неделимый. Но однажды нашелся чудак. Конечно же он был еврей, Альберт Эйнштейн. Он говорит, а может можно атом расщепить? Ему говорят, бесполезно, он маленький не получится. Но он придумал свою формулу теоретическую. Прошло время, наука шагает вперед, и изобрели аппарат синхрофазотрон. Старшее поколение помнит, была такая песня у Аллы Борисовны, когда он на труде только этими занимался. И вот когда в синхрофазотрон поместили маленькую, бесполезную, ненужную молекулу атома, оказалось, что внутри этого атома тысячелетиями была спрятана самая сильная энергия в мире, ядерная энергия. И ракеты полетели, и корабли поплыли ледоколы, и атомные станции заработали, и все это тысячелетиями было спрятано внутри маленького ничтожного бесполезного атома. И вот для меня Слово Божье это как этот атом. Многие думают, ну что вы, читай Библию, читай, ну что это, ну слово, слово. Послушай, каждый стих библейский это атом, помести его в свой синхрофазотрон, расщепи его через молитвою верою, и высвобождается самая великая сила в мире, сила Святого Духа. Равных нету этой силы. От проблемы мокрого места не останется. Просто вера, просто взгляд на него, все просто, как у детей. Но мы взрослые привыкли все усложнять. До того на усложняли, что сами не можем разобраться. Как же к этому подойти? С какой стороны? Знаете, спроси себя, когда у тебя проблема, и ты молишься, ответь сам себе честно, что ты видишь в молитве? конечно проблему, а что еще видеть-то? И многие люди молятся так, Бог, Бог, у меня такая проблема, Господь, послушай, и пошла проповедь. Господь же не знает? Пошла проповедь, ты рисуешь проблему, еще, знаешь, еще маленько приврешь, чтобы он правда поверил, что она серьезная. И такую проблему рассказал. И когда встал, аминь, встал, и легче не стало. Почему вроде бы молился? А знаешь почему? А ты всю свою молитву благословлял проблему, с чего же тебе легче станет? Я в таких случаях молюсь так, проблема, слушай меня, я тебе буду про моего Бога рассказывать. Господи, ты велик, ты всемогущ, ты свят, ты сотворил все, ты в своей руке все вселенные держишь, ты великий Бог, живешь в моем сердце, ты через 15 минут от проблемы свидания остается. Не рассказывай Богу о своей проблеме, слышишь? Рассказывай проблеме, какой у тебя великий Бог. Вот так проблемы решаются. По-другому никак. С колен встанешь, как будто на небе побывал, и будешь следующую проблему ждать. Потому что мы без них не так желательно Господу приходим, увы. Хорошо, идем дальше. Знаете, на самом деле, на самом деле, в тяжелые времена перед нами не препятствия, с которыми нам приходится иметь дело, перед нами выбор, который мы можем сделать. Запомните это. На самом деле, перед нами не столько препятствия, сколько выбор, который мы должны сделать. Выбор, решение. я уважаю сильных людей. Почему? Да потому что их уважает Бог. Потому что сильных уважают все. Потому что сильные люди пишут историю, а слабые люди редактируют то, что пишут сильные, то, что делают сильные. И вот чем отличаются сильные люди? А тем, что они решительные Есть люди решительные, есть люди нерешительные Что их отличает? Решительный человек сделал выбор И пока он не сделает то, что он избрал Это решение, он не отойдет от этого Нерешительный у него туда, туда, туда Как морская волна, о которой говорил брат Стань решительным человеком Стань человеком выбора И если принял выбор, сделай все, чтобы это исполнить И через полгода я тебе обещаю Люди будут спрашивать Откуда у тебя столько силы появилось? Что в твоей жизни произошло? А в общем-то ничего Ты просто маленько стал ответственный Ты просто понял, что все дело в выборе Богослов Эд Коул сказал Что мы все зависим от нашего выбора Более того, наш выбор, наш маленький Бог И сам великий Бог ничего не может с ним поделать Знаешь почему? А потому что Бог сам дал нам право выбора И когда я иду утром на служение И смотрю, около мусорки бомж бычки собирает И когда начинает мне говорить Жена бросила, милиция дом отняла Плохое положение Я говорю, это твой выбор, мужчина Потому что в это же время В это же положение Я знаю сотни мужчин, которые сейчас в церкви Богу поклоняются И он их благословляет Почему? А это их выбор Наш выбор Это наш Бог С маленькой буквы и в кавычках Запомните это Знаете Когда находишься в эпицентре Тяжелых обстоятельств Самое главное Не теряй веру Неважно, что происходит снаружи Внутри Стой на слове Божьем Не теряй веру Вот мне нравятся маленькие мальчишки Обычно, когда они в машине с папой идут Они всегда стоят Но не знаю почему Вот не сидят они Вот надо им стоять Отцы, у кого есть машина, меня понимают Так оно обычно бывает И папа всегда ему говорит Сядь Он стоит Сядь Он стоит Я тебе говорю Сядь Дети понимают Когда папа говорит таким тоном Нужно сесть Иначе долго сидеть не сможешь потом Садиться Потом говорит Пап Вот ты что видишь? Он говорит Что сын? Вот ты видишь, будто я сижу, да? Ну А внутри я все равно стою Будьте как дети Сказал Христос Не важно, что происходит вокруг Не важно, что кажется Внутри Стой На слове Божьем Я однажды был потрясен Когда прочитал, что американцы Они создали в лабораторных условиях Торнадо Знаете, да? Это вот Смерч, который На своем пути все сносит И я был поражен Снаружи Этот торнадо Сносил все Деревья, дома, машины Все летело А внутри его Царил полный покой И когда внутри этого смерча Опустили пушинку Она медленно Своим весом Падала внутри его Я был просто поражен Полнейший покой внутри Несмотря на то, что происходит вокруг И я подумал Господи, вот он эталон Жизни верующего Неважно, что происходит вокруг Если я знаю, в кого я верую Если я знаю, кто живет во мне Мир Божий Не уйдет Там будет Покой В Духе Святом И в конце концов Не все препятствия Так уж плохо, дорогие Вот иногда Иногда Благоприятная возможность Любит замаскироваться Под препятствия У вас бывало такое, да? Ты думал, ой, проблема А потом оказалось Это благословение Это не проблема Очень часто бывает такое В нашей жизни Когда благоприятная возможность Она маскируется Под видом препятствия При встрече с препятствием Примите решение Преодолеть Преодолеть его Без битвы не бывает героев Но не бывает героев без войны И я еще одно понял Борьба это хорошо Это тогда из-за того Что ты не сдаешься И об этом прекрасно пишет Павел Я прочитаю Я просто поражаюсь Мы отовсюду притесняемы Проблема, да? Но не стеснены Мы в отчаянных обстоятельствах Но не отчаиваемся Мы гонимы Но не оставлены Мы не излагаемы Но не погибаем Все наоборот Несмотря на все негативы Эти люди стояли в позитиве У них было правильное мышление Есть мышление негативное Людское, горизонтальное Есть мышление позитивное Божье вертикальное И люди с этим мышлением В одной и той же ситуации По-разному реагируют Простой пример Стоят два человека Один с Божьим мышлением С позитивным Второй с негативным И обои они сорвались в пропасть Реакция Человек Негативный Господи падаю Ушел Человек позитивный Ура! Лечу! Конечно шутка Но в каждой шутке Есть доля шутки Как ты встречаешь проблемы С каким духом внутри Проблемы показывают Кто ты есть на самом деле И во что ты веришь На самом деле Это как лакмусовая бумажка Которая сразу выявляет Твою веру Всю ее полноту Легко в одни благословений Аллилуйя говорить Но сказать то же самое Аллилуйя В тяжкие дни Как сказал Йов Да будет имя его Благословенно Несмотря на то Что я все потерял Что мы от Господа будем принимать Только хорошее? Нет Все и с благодарением Это пример Это пример преодоления препятствий Классический пример И знаете Становясь христианином Мы не исчезаем из мира Мы не исчезаем из мира И не оказываемся Огражденными от трудностей Нет Но приходя ко Христу Мы обретаем возможность Вести эффективную И плодоносную жизнь Не существует иммунитета От проблем В конце концов Даже льву приходится Отмахиваться от мух Даже великий лев И тот воюет с мухами Ну нету от иммунитета проблем Просто с этим смиритесь Просто Имейте правильный взгляд На преодоление Этих проблем Я когда стал верующим Я не понимал Читаю Якова С великой радостью Братья Принимайте Когда впадаете В искушение С великой радостью Братья Принимайте проблемы Думаю Господи Что он пишет? Читаю Павла Он говорит А мы хвалимся Не только тем Что мы дети Божьи Мы хвалимся И скорбями А с кроме Происходит терпение От терпения Опытность От опыта Надежда А надежда Не пострадает Любовь Божьей Изливается В сердца наши Думаю Как это понять Господь? А потом понял Как только В твоей жизни Появится Правильный взгляд На проблему Как только Ты поймешь Что проблема Поднимает тебя К Богу Как только Ты поймешь Что проблема И только проблема Делает тебя Чище Сильнее Когда ты ее Преодолеваешь Тогда ты будешь Их принимать Нормально И даже С радостью Возрастание И успех Они не избавляют От проблем Но они создают Новые проблемы Здорово Да? Хочешь быть Взрослым христианином Хочешь иметь Успех Если хочешь Приготовься к проблемам Если не хочешь проблем Не мечтай об успехе Не мечтай О близких отношениях С Иисусом Посмотри на жизнь Иисуса Не было проблем Посмотри на жизнь Павла Это люди Это эталон Если Иисус Везде во всем Номер один То богословы Называют Павла Самый Из всех людей Христоподобный Хочешь быть таким? Хочу Но тогда Придется пройти Через то Через что проходили они А вот это не хочу А можно не проходя Стать таким? А можно Сначала стулья А потом деньги Можно Но деньги вперед Но сначала проблемы По-другому не получается Богослов Богослов Томас Карлаль Сказал такие слова Камень Который оказался Препятствием На пути слабого Превращается в ступеньку На пути сильного Пример Одна сестра Все хотела понять Господи Как ты работаешь Дай мне видение И есть лица сон Молятся Три женщины И Проходит мимо Христос Он подошел Около первой Присел Обнял ее По голове Погладил Подошел ко второй По плечу Похлопал А мимо третий Аккуратненько На цыпочках Прошел Сестра Толкует видение Так ну первая Была ближе Всех к Богу Поэтому он ее Больше всех любит Вторая Ну нормально Слава Богу А третья Ой холодная Он даже к ней Подойти не захотел И Дух Святой Объясняет Первая была Самая слабенькая И она как Маленькое дитя Нуждалась Вот на руках Поносить Вот по голове Погладить Ну вот как Маленькие дети Она была такая Немощная Вторая была Маленькая Повзрослее Ей хватало Моего ободрения А третья Это была Взрослая Христианка И я Учу ее Ходить Саму Всегда Наблюдая Чтобы оказать Помощь В нужный момент Все Богословие Сестры Было перевернуто С ног На голову Все наоборот Часто бывает В нашей жизни Вот такое Даже среди Тяжких испытаний Господь желает Для нас Продвижения И возрастания Испытания Обеспечивают Возможность Роста А не смерти Препятствия Могут заставить Вас сделать крюк Обойти его Ну типа Умный в гору Не пойдет Могут заставить Вас сделать крюк Но только Вы сами Можете заставить Себя остановиться Запомните Препятствия Не могут Вас остановить Они могут Вас заставить Только обойти Но только Вы сами Можете Заставить Себя Остановиться В конце Концов Сдаюсь Это тоже Решение Господи Я проиграл Это тоже Твое решение И никто Здесь не виноват И никого Винить Не надо Дьявол Хочет Чтобы мы Думали Что нет Ничего Постоянного Чем Вот эти Временные Ситуации Которые На нашем Пути Встречаются Запомните Еще раз Препятствия Обнаруживают Во что Мы действительно Верим И кем Мы Действительно Являемся Благодаря Этим Препятствиям Мы можем Многое Узнать О себе Самих Сами Это Очень И очень Интересно Запомни Иногда Это бывает Продолжительно Но никогда Не бывает Бесконечно Простой Пример Бассейн Чистая Вода Ты смотришь Как красиво Но кто-то Взял Длинную Палку И маленько Пошерудил По дну И такое Наверх Сплывать Начало И все Помутнело Когда спокойно Вроде бы Чисто Ну чуть-чуть Пошеруди По дну И такая Муть Появляется Наружу Я приводил Этот пример Когда проповедовал Джон Майер Помните Да я рассказывал Что он просто Взял белоснежный Платок Постелил На кафедре Поставил Стакан С кофе Проповедовал И во время проповеди Он говорил О проблемах Он ударил По кафедре Народ божий Думает Что такое И конечно Кофе Расплескался Он показал Платок Он говорит Видите Когда вас Будет бить Жизнь С вас Будет Выливаться То Что есть Внутри Вас Когда у тебя Большие проблемы С тебя Выливается То Что на самом Деле Является Твоею Верою Много Аллилуйя Слава Богу Во время Проблем Много Веры Много Ропота Нытья Сомнений Это вера Которая На дне Лежала Но которая Вдруг Всплыла Поэтому Когда встречаешь Проблемы Слушай Научись Их принимать Правильно Научись Их правильно Принимать Независимо Но запомни одно Независимо От того Как много Туч на небе Когда самолет Поднимается Выше их Там всегда Сияет Солнце Независимо От того Сколько проблем В твоей жизни Господь Всегда Живой Тучи Рассеются Проблемы Пройдут Просто Смотри Наверх И запомни Одно Препятствие Это часть Твоей Жизни Смирись С этим Прими Это И начни Это Использовать Для славы Божьей Для своей Пользы Препятствие Это часть Жизни Иоанна 16 33 Что Иисус Сказал Помните Давайте 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 Откроем Я вам Прочитаю Да Знакомые Слова В мире Будете Иметь Скорбь Но Мужайтесь Я Победил Мир Будут Проблемы В мире Но Я Победил Он Сказал Что бы Не было Знаете Я рядом Я здесь Не бойтесь Просто Верьте В чем Разница Между Чугуном И сталью Сталь Прошла Через Закаливание А чугун Через Закаливание Не прошел Вот есть Стальные Христиане А есть Чугунные Нам нужно Выйти Из категории Чугуна И влиться В категорию Стали Стали Божьих Бог Не обещал Что все Будет легко Но Он сказал Мое Любимое Три слова Все Возможно Верующему Это Девиз Моей жизни Ты Верующий Да Тогда тебе Кое-что Возможно Ведь Да Да Сколько Немножко Все Если Ты Верующий Тебе Возможно Все Потому Что ты Веришь Во Всемогущего Бога Который Творит Все Возьми Это Предложение Этот Атом Расщепи Его В сердце И ты Увидишь Какая Сила Духа Святого Высвободится И ты Поймешь Что все Только Начинается И ты Потом Правда С великой Радостью Будешь Проблемы Встречать У меня Когда Проблема Я говорю Господь У тебя Есть Опять Шанс Утереть Мне нос И показать Свою Славу Господи Я готов На это Смотреть И каждый Раз Так и Происходит И каждый Раз Я вижу Его Славу И каждый Раз Он Мне Показывает Еще один Великий Урок Урок И конечно Говорит Маловер Зачем Ты Усомнился Ну Зачем Ты Усомнился Нам Нужно Пройти Через Этот Огонь Через Эти Огненные Искушения Они Творят Великое Отвлекаюсь Даниила Третья Глава Молодые Мальчишки Даниил Седрах Месах Авдинага Юноши Но Настолько Их Бог Вел Что Даниил Был Премьер Министром А Те Трое Тоже Министрами Представляешь Пленник Раб И Министр Такое Может Только Бог Сделать И Конечно У них Была Куча Завистников И И Искали Как Их Подставить Предоставилась Возможность Царь Издал Указ Чтобы Все Поклонились И Вот Представь Плац Стоят Тысяча Людей И Вдруг По Команде Все Упали А Трое Нет Стоят Как Три Тополя На Плющихе И Ты Знаешь Они Стояли Мужественно Там Не Было Типа Этот Что У Меня Шнурок Развязался Вроде Постаю И Нагнулся Такого Не Было Они Ровно Трое Стояли И Все Увидели И Царь Говорит Ребятки Что Что же вы так то Я же вас из грязи В князи Я же вас министрами Сделал А вы не хотите Поклониться Наверное мне показалось Покажите Поклонитесь И Они сказали Царь Ты извини Но у нас есть Бог И мы тебе поклоняться Не будем Царь сказал Да кто ваш Бог Да я ваш Бог Сейчас Что хочу То с вами и сделаю Они сказали Послушай царь Бог В которого мы верим Силен Избавить нас От огненной печи Но даже Если вдруг По какой то причине Он этого сделать Не захочет Мы все равно Тебе поклоняться Не будем Я поражаюсь Мужеству Этих трех парней Вот он Выбор их Вот оно Принятие решения И они до конца Стояли в этом решении Царь растопил Самую сильную печку И когда их туда Бросали Люди которые бросали Сгорели Я когда это Прочитал Я спросил Так Господи Ведь они показали Тебе свою веру Почему ты не Избавил их От огня Меня эта проблема Волновала Долгое время И однажды В молитве Господь посылает Мне откровение Сергей Я никогда Не буду Избавлять вас От огня Я буду Избавлять вас В огне Я никогда Не буду Избавлять вас От проблем Я буду Избавлять вас Внутри ваших проблем Аллилуйя И тогда я понял Покой Это не отсутствие проблем Как некоторые думают Покой Это Божие присутствие Посреди наших проблем Покой Это когда я твердо знаю Что Господь Сейчас здесь присутствует И Он все сделает Что мне волноваться Просто проверка Моей веры Это покой И вот царь смотрит В печку Кидал троих Ходит четверо И четвертый На Сына Божия Похож Он сказал Ребята Выходите Урок математики Сколько человек Кинули в печку Не молчите Зал Три Сколько было Внутри печки Сколько вышло из печки А где четвертый В печке остался А кто это был Иисус А знаешь почему Он в печке остался Чтобы когда тебя в огонь Бросят Быть там с тобой А я когда представил В огне Они ходили с Господом Они получали Такие великие Откровения Ведь это был шанс Получить ответ На все вопросы Из уст в уста Один к одному Я так им завидовал Какие счастливые Когда у тебя проблемы Пускай огненные искушения Верь в Господа И именно Во время проблем Не знаю как у вас Но в моей жизни Самые великие Благословения И откровения Господь подарил мне Именно в это тяжелое время Именно в огне Я получал от него Самое благословенное И он остался в этой печи Когда попадешь туда ты Он готов поддержать тебя Только покажи веру Только будь готов В эту печь нырнуть А ведь можно Поглониться проблеме Новокуда-Носову И мимо печки пройти Увы многие поступают так И удивляются Почему Бог Откровения не дает Почему силы Божьей нету Почему Много Почему А почему ты Чуждаешься Испытания Проблемы Богослов Роу Сказал так При появлении Неприятностей У одних людей Вырастают крылья А другим Нужно покупать костыли Не смотрите на Бога Через обстоятельства Я вас умоляю Никогда Не смотрите на Бога Через обстоятельства Смотрите на обстоятельства Через Бога Повторяю еще раз Не смотрите на Бога Через обстоятельства Смотрите на обстоятельства Через Бога И в конце концов 1 Коринфянам 10 глава 13 стих Который знают наизусть Все детки воскресной школы Там написано Что вас постигло Искушение Это проблема Не иначе как человеческая И верен Бог Который не допустит Быть искушаемыми сверх сил Но при искушении Даст и облегчение Так чтобы вы могли Перенести Еще один стих Раствори в сердце Когда у тебя проблема Мне нравится случай Одной девочки Маленькая девочка Она была христианка Ее готовили к операции И операция должна быть Очень болезненная И в палате лежали взрослые люди И когда увозили взрослые люди Плакали, боялись И врач на операцию вез ее И он сказал ей Анечка А ты разве не боишься? Знаешь что она сказала? Она говорит Боюсь Но я знаю что Эта игла Перед тем как коснуться меня Она пройдет через Иисуса И всю самую сильную боль Мой Господь возьмет на себя А до меня допустит Лишь то Что я могу вынести Я был восхищен Мудростью этого ребенка Иисус Впереди нас И всю основную Тяжесть твоей проблемы Он берет на себя А до тебя допускает Только то Что ты можешь вынести Если ты можешь на себе Понести 100 килограмм Никогда Господь 150 не взвалит Послушай Он тебе 80 даст Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!